Когда-то это делали только спецслужбы. Сегодня все, кому не лень. Автоматический комплекс для перехвата разговоров в сотовой сети стоит в среднем полмиллиона гривен. Только в этом году Служба безопасности Украины изъяла три такие системы. Счет обычных радиозакладок идет на десятки и сотни. Они записывают ваши телефонные разговоры и подслушивают вас через радиомикрофоны. Все, что вы говорите, может кто-то услышать. Каждый ваш шаг могут показать тысячи скрытых камер. Прежде всего нужно было знать, что снимать, как снимать, кем снимать, какие механизмы. Я решил просидеть за тещей, взял свою старую видеокамеру. Весь интим будет фиксироваться какими-то сладострастными подонками в КГБ. Что находится под диваном? На частности 417. Данный приборщик позволяет его фиксировать работу, значит, оно еще сейчас работает. И будет смотреть дальше. Маган, подойди. Татуи и что-то из этой вещи. Сейчас посмотрим. Это, это ведь. Все, там будет определенность. Картонки, посмотрим. Обычная на вид гофрированная картонка может быть куском какой-то коробки или упаковки. На самом деле, это радиозакладка с микрофоном. Так называемый жучок. Официально прибор для негласного подслушивания. В октябре 2006-го киевский умелец подбросил такой в офис компании, которая заинтересовала его заказчика. Он зашел на ферму, мало ли какие посетители, под какие вопросы. Воспользовался ситуацией, бросил. Потом, находясь за пределами уже офиса, вот, в автомобиле снимал уже разговор, который уже происходил в кабинете без его участия. Автор закладки – простой радиолюбитель, не профессионал. И поэтому легко попался. Служба безопасности взяла его вместе с заказчиком в момент продажи аудиозаписей, полученных с помощью картонки. Данное устройство имеет признаки устройства невластного съема информации. То есть, радиомикрофон, усилитель, радиопередатчик, аккумулятор, питание. Таких дел уже десятки. Они считаются простыми. Последние два года в Украине настоящий бум жучков. Люди подслушивают своих конкурентов, руководителей, соседей и даже ближайших родственников. Больше всех семейным шпионажем грешат мужья. Изымалась у нас техника, которая для прослушивания жен, любовницы. А как вы больше слушаете? Мужья жен или жены мужья? В основном мужья, конечно. В основном мужья. А почему это? Интересно? Ну, я же не знаю, значит, чем-то. Есть тревоги какие-то соответствующие отношения жен. Семь лет заключения. Вот что ожидает любителя чужих разговоров. Правда, это в теории. На практике же суды ограничиваются лишением свободы на 2-3 года, да и то условно. Александр из Одессы никогда не думал об этой обратной стороне дела. Но с точки зрения закона он преступник, избежавший наказания. Два года назад Александр с женой жили в квартире ее родителей. Он зарабатывал, снимая на свадьбах. Обычная семья, обычная жизнь. Но потом в комнате молодых супругов начали происходить странные вещи. Возвращаясь с работы, Александр замечал, в комнате кто-то был. То все бумаги в столе перепутаны, то записная книжка лежит не на месте. Это как бы мой дом, я в нем живу, а происходят вещи, которых я не знаю. Вещи пропадают, перекладываются с одного места на другое. Я не понимаю, что это происходит, и я представить не мог, что кто-то вообще может рыться в моих вещах. Родственники подозрения решительно отметали. Так продолжалось несколько недель. И, наконец-то, оператор свадеб решил доказать свою правоту. Взял свою старую видеокамеру, прикидывал ее игрушками детскими, поставил и заклеил лампочку индикатора лейкопластырем. И таким образом стал записывать все, что происходит в комнате. Кассеты хватало всего на час записи. После работы Александр прокручивал ее, в надежде обнаружить таинственную ищейку. Но каждый вечер видел на пленке только пустую комнату. Однажды камера все-таки зафиксировала непрошенную гостью. Увидев ее лицо, Александр пожалел, что затеял шпионские игры. Неизвестным злоумышленником оказалась теща. Скорее всего, она искала деньги, которых на самом деле там им быть не должно было. Потому что я все деньги отдавал в семью. Что она там искала еще, я понять не могу. Воспользоваться результатами расследования Александру не хватило духа. Ни тещи, ни жене он не сказал ни слова. Чувствовал себя так, словно сам совершил что-то неприличное. В итоге он просто вставил замок в дверь своей комнаты. Тайные визиты прекратились. А конец истории оказался абсолютно неожиданным. С женой Александр развелся спустя год. А вот с ее мамой у него до сих пор прекрасные отношения. Но бывшая теща и не догадывается, что зять знает все. Смотрите далее. Как милиционеры развели профессионального разведчика? Где и за сколько можно купить жучок? А при чем у вас микрофон? Разные, от 100 гривен и выше, в зависимости от часа. А также скрытые камеры в кабинках для переодевания. Киевские магазины следят за покупателями. Этот мужчина, который слушает приговор судьи, человек по-своему уникальный. Вячеслав Бурцев. Первый и пока последний коммерческий шпион, пойманный простыми милиционерами. Годами его учили добывать информацию в условиях гипотетической войны с Китайской Народной Республикой. Вячеслав Бурцев – профессиональный военный разведчик. В начале 90-х несколько лет командовал разведывательным отрядом на Тихоокеанском флоте России. Он свободно владел китайским языком и еще несколькими языками. Человек подготовленный. А почему он прокололся? Можно сказать, что это не он прокололся, а мы профессионально сработали. Разведчиков, работающих чисто, практически не показывают по телевидению. Пять лет назад Вячеслав Бурцев совершил свою крупнейшую ошибку. Прокололся во время относительно простой разведывательной операции в Кировограде. На бывшего разведчика вышли российские бизнесмены и предложили работу. Задача, которая мне осталась, это, прежде всего, сбор дополнительного материала, общение с населением, выявление факторов хищения на предприятии, поскольку у них уже существовала информация, что предприятие стоит и оно постепенно границ. Две мощные бизнес-структуры сошлись тогда в судебной войне за сахарный завод под Кировоградом. Заказчик, назвавшийся Сергеем Дмитриевичем, хотел получить любую информацию, которая помогла бы ему выиграть суд. Цена вопроса по тем временам была высокой – 10 миллионов гривен. В то время была важна любая информация экономического содержания. То есть интересовало все, и сколько работает сотрудников, какая охрана на этом объекте, какое техническое состояние, как подвозится сырье на объект. Шпион приехал в Кировоград обычным рейсовым автобусом. Он поселился в гостинице, немного позже арендовал квартиру. Главный офис необходимого Вячеславу завода находился прямо в центре города, а само предприятие – в области. Разведчик быстро сообразил. Самое интересное можно узнать из телефонных переговоров между предприятием и руководящей конторой. Нужно было для того, чтобы снять информацию с новостей? Достаточно много нужно было, я считаю. И прежде всего нужно было знать, что снимать, как снимать, кем снимать, каким механизмом. Подготовка длилась несколько недель. Собственно, тогда шпион и засветился. В УБОПе очень заинтересовались информацией о приезжем, который активно наводил справки о сотрудниках местных телефонных станций. Я не знал, как подойти к этому вопросу, поэтому решил постепенно выйти на телефониста, который сможет проконсультировать и помочь в данном вопросе. На самом деле разведчик прекрасно знал, с какой стороны подступиться к перехвату телефонных разговоров. Ведь он окончил высшее военно-техническое училище связи в Ленинграде. Ключевой вопрос любого прослушивания – питание. Маленькое устройство легко спрятать, но проработает оно всего несколько часов. Потом сядут батарейки. Если это звучок маленький, и батарейка, соответственно, маленькая, то ее хватит, допустим, на 2-4 часа и больше. То, что мы видим в кино, что там он ездит по всему городу и везде его слушают, это все, конечно, не так. Это все для кино. Для того, чтобы передатчик работал, скажем, неделю или две, то это нужно уже довольно приличную коробочку иметь. Вячеслав собирался прослушивать все телефоны в нужном доме. А для этого ему требовался прямой доступ к автоматическому коммутатору, так называемому телефонному шкафу, куда так просто не добраться. Каждый шкаф имеет специальный замок, и каждое открывание двери фиксируется на центральном пульте телефонной станции. Шпиону требовался сообщник-телефонист. Он нашел его случайно, в своей же гостинице. Случайно увидел телефониста, спросил, кто это, мне сказали, телефонист. Я предложил ему за чашечкой кофе пообщаться и сказал, что меня интересуют некоторые моменты. В частности, есть ли возможность телефонизировать мой номер. Я остановился на номере 804, это единственный этаж гостиницы на 8 этаже, который сдавался под номера, обратительные номера. Но спросил, есть ли возможность протянуть свободную пару, так как уже впоследствии выражение привязалось от общения с телефонистом. Он прекрасно знал, что такое свободная пара еще со студенческих лет. Телефон в номере Вячеслава Бурцева совершенно не интересовал. Он лишь проверял профессионализм телефониста. Следующий шаг – установка устройства для прослушивания в телефонном шкафу. Здесь его и взяли. Оперативники дождались, пока он подсоединится к телефонной сети. На этом месте проходило задержание Вячеслава Бурцева после того, как он подключил аппаратуру для прослушивания телефонов. Он был задержан. Даже не успел удивиться. Задержание было быстрым. Он был шокирован задержанием. Когда шпион оказался в камере и дело начали раскручивать, удивлению, у боповцев не было границ. Оказалось, что они поймали специалиста экстра-класса. Официальная информация о задержанном поступала крайне скупо. Даже его биография, кроме нескольких строчек, до сих пор остается неизвестной. Следователи узнали только о его высшем военно-техническом образовании, о службе на флоте, а также о том, что господин Бурцев является автором нескольких научных разработок в аэрокосмической отрасли. После задержания у него нашли целый арсенал спецтехники. Около 40 единиц. Микрофоны, передатчики, видеокамеры, радиосканер. Некоторые устройства были вообще уникальными. Следствие так и не выяснило, откуда они у Бурцева. Сканер, правильно? Сканер Аэро-8000, да. Да, Аэро-8000. Вы просто забыли или назвали? Нет, я забыл, что это, он у меня уже был тот момент самый. Для чего вы взяли? Сканер Аэро-8000? Ну, во-первых, он как приемник возится. То есть там слушаешь музыку и слушаешь FM-диафазон. Во-вторых, сканер довольно интересная, веселая вещь, которую он с собой держит. Это устройство позволяет контролировать весь радиоэфир. И даже закрытые частоты. С его помощью Вячеслав Бурцев мог бы не только слушать радио, но и, например, ловить переговоры милиции и авиадиспетчеров. Он один следил за целым городом. Поступил заказ. Он, как специалист в этой области, должен был получить вознаграждение. Он выполнял работу. Незаконную, но работу. В итоге Вячеславу Бурцеву дали два года тюрьмы. Позже апелляционный суд заменил ее условным наказанием. Сколько денег осужденный должен был получить за разведывательные данные, неизвестно. Во время следствия он говорил то о 6, то о 8 тысячах долларах. В прокуратуре считают, сумма должна быть больше, минимум с четырьмя нулями. Где он теперь, правоохранительные органы не знают. Профессиональный разведчик появился из ниоткуда и исчез в неизвестности. Даже после ареста и суда Вячеслав Бурцев остался для следователей темной лошадкой. Профессиональный разведчик точно знал, где и как достать приборы для прослушивания. А где взять жучок простому человеку? Продавать их в Украине запрещает закон. Наша съемочная группа решила все-таки выяснить, насколько сложно, несмотря на запрет, купить радиозакладку. Мы отправились на одесский радиорынок. Казалось бы, здесь есть все, что угодно. Но сразу найти жучки не получилось. А вот за воротами рынка мы встретили двух продавцов жучков. Мужчина и женщина торговали прямо на улице. Для каждой ситуации устройство подбирают отдельно. Наша легенда была такой. Необходимо прослушать среднестатистическую трехкомнатную квартиру на втором этаже панельного дома. Сигнал должен передаваться минимум на 100 метров. При этом очень важно знать, насколько свободен радиоэфир в зоне гипотетического прослушивания. Самое главное, чтобы вышки не было. Есть дома? Ну, рядом есть. Не, ну, как бы вышка, ну, 9-я фонтана, да, вышка на Среднефонтанске телевизионную. Ну, вы ФМ вообще включали там? Да. Есть место, куда можно вклиниться? Сильно забито. Или нет? Или сильно забито? Не сложно сказать, но вроде есть. Там можно отстраиваться, это не проблема. Вот район Лузановки. Там через море, вышка, там все забито. Весь ФМ забит, там клинится некогда. Вот почему я говорю, что телевышка очень сильно означает. За 300 гривен эти люди предложили радиомикрофон с передатчиком, который работает в ФМ-диапазоне. То есть его сигнал поймает любой радиоприемник. Устройство примитивное, как молоток, но такое же эффективное. Значит, витки, вот четыре витка. Они отличаются частоту. Когда вы их сжимаете, частота идет вниз. Разжимаете, идет витка. Ну, вот сейчас на моем, ну, где-то между 96-98. Сколько на другом приемнике будет, хрен его знает. Там будет свист идет. Когда близко ставите свист. Ну, то есть, когда аудиозавязку сделает, да? Ну, вот, вставляем просто. И по лучшему свисту наставить. Это да. Вот так оно выглядит. Одна пружинка регулирует частоту, две другие – передатчик. Плюс микрофон. Вся конструкция скреплена жидким пластиком. Метровый провод – антенна. Желательно, чтобы она оставалась прямой. Работает жучок на батарейках. Теоретически питания хватает минимум на сутки. Все действует просто. Выбираем частоту, находим сигнал от жучка в эфире и записываем все необходимое. Чувствительности микрофона действительно хватит для цели квартиры. День, два, день, два, день, два, три, два, нечего-то. Смотрите далее. Как сохранить свои тайны? Защита от прослушки для всех. И стоит ли доверять государству свои конфиденциальные данные? Вы можете оказаться должником по кредиту, которого никогда не брали. А что вы хотите от меня? А вы знаете, вы нам деньги должны. А также, кто следит за примерочными кабинками в магазинах. Попасть под жучок или съемку скрытой камеры может любой. Но существует ли защита от них? Да, утверждает Евгений Ананский. Он когда-то разрабатывал космическую правительственную связь. Сейчас специалист по радиоэлектронной защите с лицензией СБУ. Уверяет, даже для неспециалиста найти жучок в большинстве случаев относительно просто. Любое серьезное устройство спрятать сложно, поскольку оно большое. Ключевой вопрос – его питание. Без мощного аккумулятора микрофон проработает не более двух часов. В Соединенных Штатах Америки вроде бы были разработаны жучки. Вообще очень миниатюрные, настолько мизерные, что можно даже дырочки телефонного аппарата. Но там элемента питания как такого нет. И этого питания хватает где-нибудь на пару часов. Чтобы засечь жучок, особой хитрости не потребуется. Во время работы сигнал можно поймать и определить его источник. Для этого необходим специальный сканер. В принципе, это обычный радиоприемник с расширенными возможностями. К примеру, я беру имитатор передатчика закладного устройства. И мы посмотрим, когда я буду приближаться, что происходит. Вот я приближаюсь, видите, уровень сигнала показал и дает соответствующий звук. Вот, например, этот прибор имеет аналогичные функции, плюс еще он измеряет частоту передаваемого передатчика. Защититься можно и другим способом. Если искать жучки некогда, нужно создать для них аудиопрепятствия. Проще говоря, как следует пошуметь. Когда-то в инструкциях для разведчиков советовали вести важные разговоры в ванной комнате с включенным душем. Но прогресс не стоит на месте. Теперь душ можно носить с собой. Это называется мангуст. Здесь собеседники должны одеть вот эти вот гарнитуры. И когда мы одеваем, значит, включаем это устройство, то оно формирует очень мощный тоже шумовой сигнал. Но этот шум вычищается в наших наушниках, и мы друг друга, естественно, на четыре собеседника. Вот я включаю. Как правило, посторонний шум можно отфильтровать. Но здесь сигнал препятствия создают голоса собеседников. Если кто-то и запишет такой разговор, то выделить и разобрать сказанное не получится. На каждое действие свое противодействие. Засекретить телефонные разговоры поможет криптофон. А если вы параноик, то можно проверить помещение еще и на наличие скрытых видеокамер. В качестве примера берем миниатюрную видеокамеру. И где-то ее спрячем, ну, допустим, вот здесь вот спрячем на полке. То есть это... Предполагаем, что это просто-напросто скрыто установленная видеокамера. Потом берем какое-то из устройств, с помощью которого ищут эти видеокамеры. Нажимаем кнопочку, и вот она начинает излучать рассеянный свет. И даже невооруженным глазом видно, что там, где стоит видеокамера, там яркая точка мигает. Красное стеклышко и такие же красные диоды или лазер. Включена камера или нет, не имеет значения. Красный свет отражается от ее электронной матрицы. Именно поэтому возникает эффект красных глаз при фотографировании со вспышкой. Одну из таких систем мы решили проверить в полевых условиях. Магазинам одежды строго запрещено устанавливать камеры видеонаблюдения в примерочных кабинках. Но этот запрет нередко нарушают. Во всяком случае, соответствующие видеозаписи регулярно попадают на интернет-сайты специфического направления. Итак, следят ли в киевских магазинах за покупателями, которые переодеваются, и можно ли найти скрытые камеры? Для эксперимента мы решили проверить все магазины одежды на Крещатике. Посещали их и украдкой сканировали на наличие камер наблюдения. В большинстве чисто. А вот здесь, именно над кабинками, мы обнаружили видеокамеру, замаскированную под пожарную сигнализацию. Камера с широким углом объектива. То есть снимает одновременно и примерку сверху, и остальное помещение. Можно увидеть картинку, которая с ней идет? На какой причине вы хотите посмотреть? Извините, ну что тут? Камера висит на примерочной. Камера висит не в примерочной. Она висит над примерочной. Она висит вот, вот этот проход снимается. Девушка, вы знаете, что... Я знаю, мы бы их не поставили, если бы она снимала в примерочной. Мы тоже знаем правильное. Какая у нее функция? Снимать карт вот здесь? Смотреть за персоналом, смотреть за людьми в возле примерочной, что делать. Нас вырезать клипсы в примерочной. Здесь они могут просто не отдать, а положить все. Клипсы это защита. Итак, камера все-таки следит, не вырезает ли кто-то магнитные клипсы. Поскольку наше видео тоже добыто путем несанкционированной съемки, мы не можем сказать название этого магазина. Остается утешаться, что на Крещатике он оказался всего один. Изобретение мобильной связи стало настоящим подарком всем шпионам. Ни один жучок или скрытая камера не расскажут о человеке столько, сколько его мобильный. Во-первых, телефон постоянно связывается с ближайшей базовой станцией, следовательно, местонахождение каждого можно установить с точностью от 100 до 10 метров. Во-вторых, телефон передает сигнал в стандартном формате, в обычный радиоэфир. Поэтому перехватить можно любой разговор, было бы желание. И остаться при этом незамеченным. Непосредственно осуществляется съем информации, разговор по мобильному телефону, где-то на расстоянии 200-300 метров, все зависит от условий. Такой комплекс может стоить от 500 тысяч до полутора миллиона гривен. Теоретически, такие системы производят только на государственных предприятиях и только для спецслужб. На практике это, конечно, не так. Комплекс для мониторинга сотового эфира собирают не по марсианским технологиям. И многие компоненты можно легально заказать у любого поставщика радиооборудования. Получить ее никто не может по законодательству. Но, тем не менее, понятно, есть специалисты. Как правило, это бывшие сотрудники специальных органов, которые имеют технические навыки или незаконно здесь собираются, или незаконно ввозятся за пределами Украины. Вот. Ну, насколько мне известно, стоимость стоит в районе 100 тысяч долларов. Где больше, где меньше, все зависит от самого комплекса. Только в этом году СБУ изъяло у частных охранных структур три таких комплекса. Последний случай произошел в сентябре, в Чернигове. Слухача поймали прямо за работой. Он следовал за жертвой в автомобиле и принимал все мобильные переговоры на свой ноутбук. Как уже следствие установило, на компьютере было записи порядка 60 тысяч аудиозаписей телефонных разговоров. Ну и посудите, сколько пострадавших от этого людей. 60 тысяч файлов. Огромный объем работы для следствия. Поэтому оно продлится не один месяц. Но из практики подобных судебных разбирательств можно предположить, что наказание снова будет условным. Мобильный телефон можно не только прослушать во время разговора, но и использовать как обычный жучок. Технология прослушивания мобильных телефонов существует. Существуют мобильные телефоны, которые доработаны соответствующим образом. Когда можно на него позвонить по специальному коду, абонент не слышит звонка, но телефон включится и будет исполнять роль, попросту говоря, жучка. Наконец, есть еще одна возможность прослушивания. У операторов связи. Такая возможность есть и у операторов связи. Это понятно. Есть так называемые полицейские стойки, которые пишут все разговоры. Собственно, условия лицензирования телефонных компаний в Украине предусматривают установление такого дополнительного оборудования для доступа к потоку разговоров. Вопрос как раз и заключается в том, все ли разговоры записывают. Операторы связи уверяют – нет. Делают это только по решению суда. Было бы странно, если бы они признали противоположное. Все телефонные разговоры – это миллионы часов аудиопотоков ежедневно. Казалось бы, такие объемы не поддаются никакому контролю. Но на самом деле, уверяют специалисты, это технически просто. Но если записывать и хранить все телефонные разговоры вполне возможно, то что делать с таким огромным массивом данных? Можно ли их обработать, чтобы найти, например, все разговоры определенного абонента за последние полгода? Если, например, этого потребует суд? Можно ли эту информацию обрабатывать? Ну, вы знаете, если во времена ГДР утверждалось, что штази прослушивает 70 или 80% телефонных разговоров и успевает их обрабатывать при той технологической базе, ну, то сегодня это просто… даже не о чем разговаривать, насколько это возможно. Под колпаком может оказаться каждый. При этом вас не только прослушают, но и прочтут вашу электронную почту. Поэтому, чтобы обезопаситься, носители ценной информации пытаются защититься. В конце концов, и телефонные разговоры, и электронную почту можно шифровать. Для телефонов это относительно дорого. Криптофон стоит 5000 гривен. А вот почту можно шифровать бесплатно. При этом используют приблизительно одни и те же алгоритмы. Сломать шифр практически невозможно. Ну, чтобы не забивать цифрами, вероятность дешифровки 10 минус 96 степени – это примерно работе самой быстродействующей компьютера лет 50. А вторжение в вашу личную жизнь может прийти, откуда вы его совсем не ждете. Каждый гражданин время от времени делится своей частной информацией с государственными органами. А потом нечистые на руку чиновники эту информацию продают. И конфиденциальные данные граждан из государственных баз данных можно купить прямо на улице. И здесь уже никакой защиты. Сегодня относительно просто купить базу налоговой инспекции с данными о всех без исключения гражданах Украины. Также продают информацию таможни, ЗАГСов, госавтоинспекций. В каждой государственной структуре, имеющей доступ к конфиденциальным данным, нашлись работники, которые ее открыли. Чем это угрожает простому человеку? Надежда Васильевна – простая повариха из Винницы. В январе этого года она на себе почувствовала, к чему приводит продажа частных данных. Телефонный звонок из банка застал ее дома. Надежду Васильевну поставили перед фактом. Она – лицо-поручитель в деле о потребительском кредите. Кредит не вернули. И теперь 2000 гривен должна банку она. Излишне говорить, что об этом займе, Надежда Васильевна слышала впервые. Вы такая-то, такая-то? Да, говорю. А что? Вам что нужно от меня? А вы знаете, вы нам деньги должны. Стиралку кто-то покупал в Херсоне. Какой-то мужчина. А я якобы поручитель. Господи, да я в этом Херсоне никогда не была. Может, в советское время? Да, была в советское время. Что самое страшное? Они знают обо мне все. И паспорт, и прописка, и телефон домашний, и мобильный. На самом деле, такую информацию можно найти о любом человеке. В базе записан каждый гражданин Украины, который получил персональный идентификационный код в налоговой службе. Очевидно, по сговору с сотрудником банка, мошенники записали данные Надежды Васильевны при оформлении кредита. И теперь банк требовал от женщины возмещения денег, которых она никогда в глаза не видела. Знаете, несколько дней была просто сама не своя. И к телефону боялась подходить. И на улице оглядывалась. И двери тоже, если кто-то позвонит, даже соседки не открывала. Мало ли что они придумают. Придут прямо сюда и... Надежда Васильевна еще не знала. Бояться придется целых полгода. Простая труженица, она не представляла, как выйти из такой ситуации. Но твердо решила, за чужих деньги отдавать не станет. Ей звонили домой, на работу. Даже угрожали судом. Отстали только летом, когда окончательно поняли, что дело бесперспективное. Надежде Васильевне просто не повезло. По случайному стечению обстоятельств, мошенники выбрали именно ее фамилию из миллиона взрослых украинцев. Насколько достоверны государственные реестры? Мы решили установить это экспериментальным путем. Для этого использовали одну из баз налоговой инспекции, которую продают в Киеве уже несколько лет. Мы получили список всех жителей улицы Дегтяревской в столице. Со списком в руках решили проверить, существуют ли в действительности все эти Иваны Петровичи и Ольги Николаевны. Игорь Павлович Борыш здесь живет? Я. Петренко Елена Ивановна. Дата рождения? Да, 88 год. А телефон домашний? 356-30-53, да. Правильно, да? А эта женщина здесь вообще живет? Жива, да. То есть это устаревшая база данных? Царство и небесное, это моя жена, умерла. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что такую информацию о человеке можно купить на рынке? А кто-то ее такое продает. Жулики. Ну вот скажите просто, как вы относитесь к тому, что эта информация просто свободно продается на рынке? Ну, конечно, негативно. Ну как это могут мои данные где-то продаваться, мой код, и по этому коду могут что-то сделать в банке, или же я так понимаю. Ну как это, это аферизм какой-то. Поголовный опрос жителей нескольких многоэтажек обнаружил. Данные налоговые достоверны приблизительно на 60%. Ошибок в них не меньше, чем в списках избирателей. База знает только граждан, которые живут там, где прописаны. Зато в ней можно встретить фамилии людей, которые умерли даже не один-два, а 10 лет назад. А еще мало сведений и о тех, кто продал квартиру и переехал в другое место. Но такая неточность означает только одно. Вскоре в продажу поступит обновленная версия. Смотрите далее. Как украинское правительство разрешило прослушивать граждан без решения суда. И как прослушивают президентов. А также под колпаком КГБ. Что подслушивали у диссидентов оперативники. Правоохранительные органы не имеют права следить за кем захочется. Сначала на подозреваемого заводят оперативно-розыскное дело. На его основании готовят обращение в суд. И только там могут выдать разрешение на негласный съем информации. С судебным разрешением на руках оперативники приходят к оператору связи или интернет-провайдеру. И получают любые данные. Например, списки телефонных контактов или все ваши электронные письма. Но в сентябре 2007-го украинское правительство решило немного изменить этот механизм. Де-юре, это постановление меня не то что удивило, а вообще обескуражило. То есть, во-первых, в нем в принципе отрицается принцип верховенства права. То есть, оно начинается со слов, что этот порядок действует, когда другое не предусмотрено законом. Постановление, возмутившее украинских интернет-провайдеров, только засекретило, собственно, решение суда о разрешении на прослушивание. Теперь его заменяет справка о наличии такого решения, подписанное лично главой апелляционного суда. Поскольку этот дозвол является секретным, его впоследствии невозможно проверить, был он, не был, его невозможно обжаловать, мы не можем никаким способом узнать, сколько этих дозволов было выдано. Вместо солидного юридического документа, судебного решения, им предлагают простую бумажку за подписью чиновника. Это уже не первая попытка контролировать интернет. В 2002 году вышел так называемый 122-й приказ Госкомсвязи. Он обязывал провайдеров устанавливать оборудование для мониторинга потока данных государственных структур. Но все государственные структуры пользуются обычными публичными серверами. Следовательно, под тотальный государственный контроль автоматически попадал весь украинский интернет. Вот это, собственно, и есть те самые сервера в сердце любой интернет-компании, которые хранят, передают, обрабатывают всю вашу информацию. Тут же хранится и почта электронная, тут же и веб. И, в принципе, технически никакой проблемы нету взять и любую информацию с этих компьютеров, любую информацию с генерированную или полученную клиентом, запихнуть в отдельно взятый такой провод. Ну, здесь никакого оборудования мониторинга нету, но, в общем-то, вы этого даже и проверить-то не можете, даже находясь здесь. Потому что, ну, выглядит оно вот точно так же. 122-й приказ со временем отменили. Но это постановление не содержало требования демонтировать уже установленное мониторинговое оборудование. Таким образом, по оценкам интернет-ассоциации Украины, сегодня не менее 60% электронной почты украинцев проходит через государственные фильтры. Многие видят желание установить полный контроль над разговорами и перепиской украинцев, неизлечимую болезнь тоталитарной системы. Социализм – это учет и контроль. Старый советский лозунг, действия которого граждане СССР ощутили на себе сполна. Система работала так, как все полицейские системы. Единственное, что отличие в том, что в диктатурах, в тоталитарных режимах слежка устанавливалась за нормальными, в общем, законопослушными гражданами, которые имели свое особое мнение. В нормальной стране такого нет. Все-таки слежка устанавливается за теми, которые представляют интерес как потенциальные преступники. Тотальный контроль КГБ существовал лишь неофициально. Система пыталась держать под колпаком абсолютно всех. Но материалы прослушивания никогда не фигурировали в судах в качестве доказательств. Официально же первое в мире государство рабочих и крестьян за своими гражданами не следило. Уже в этой новой жизни у меня была встреча с оперативником КГБ, который за эти годы, приблизительно моего возраста, стал очень высоким чином в СБУ. И он очень интересно выразился. Он сказал, только сейчас я вообще понимаю, как тяжело вам жилось, потому что все фиксировалось, и вы были прозрачны. Конечно, это очень неприятно. Это пагубно для психики, утверждает Семен Глузман. Если человек знает, что за ним могут следить, он непременно начнет искать шпионов даже там, где их нет. Когда советский диссидент раз или дважды замечал за собой хвост, то длинные руки КГБ ему мерещились и там, где их быть не могло. Параноики даже в тюрьме боялись, что за ними следят, прослушивают и хотят отравить. Из-за прослушки и наружки люди теряли здравый смысл. Когда ко мне подходил человек, ну, как вы понимаете, зона – это не ресторан, и там из общего котла дают пищу все вместе. И этот зэк, который выдает, делает это на глазах, там никто ничего не прячет. И вдруг ко мне подходит человек и говорит, господин Глузман, а можно с вами поменяться миской? Ну, да, говорю я, конкретному человеку, очень хорошему, милому человеку, который был поглощен. Здесь нет и никогда не было четкой грани между обычной осмотрительностью и психической болезнью. Человек, который знает, что находится под контролем, рано или поздно станет параноиком. И самое неприятное – для этого есть все основания. Вы никогда не знаете, кто захочет влезть в ваши личные дела – конкурент, начальник или родственник. Все слушают всех. У нас сегодня снег выпал. Ты можешь внявно сказать или нет? Сколько можно мям? Слушай меня. Если так будет продолжаться, то скоро украинцев охватит болезнь советских диссидентов. Мы начнем видеть ищеек и врагов там, где их и близко нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok